Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, как обычно, хотелось сказать, мы разберем один-единственный стих, но нет, все-таки мы разберем с вами два стиха подряд, потому что тут одна фраза, пусть и очень длинная, и поэтому переписчиками древними разбитая и пронумерованная на два различных стиха, тем не менее, образует одно связное предложение. Эта фраза относится к известной притче, самой известной притче Спасителя, и более того, даже не к притче, а к тому толкованию, которое Господь нам дал, для того, чтобы мы понимали, как вообще к евангельскому тексту относиться, как глубже искать смысл. Но порой, когда мы даже очень любим притчу, она разобрана, разобрана святыми отцами целиком, разобрана она и современными богословами, тем не менее, нужно порой сосредоточиться на мелочах, потому что мелочи в деле спасения не бывают. Итак, давайте откроем Евангелие от Марка и прочтем 18 и подряд 19 стихи. «Посеянное в тернии означает слышавших слово, но в которых забота векось его, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Нужно понимать, что то, что заглушено, это не значит, это то, что умерло. Вот как бывает, ой, что это, человек там убитый лежит? Нет, он просто контужен. Упал снаряд, разорвался, и человек лежит как бездыханный. И кажется, все, потеряли. Но нет, человек может потихонечку восстановиться, может, и будет какая-то инвалидность, может, будут проблемы со слухом, со здоровьем, но тем не менее он выживет, потому что он потом восстанет, и более того, потом его из госпиталя как-то подправят, подлечат, он радостно на фронт вернется и будет сражаться в первых рядах. Точно так же и в нашей духовной битве, которая, по словам апостола Павла, не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, вот некоторые такие духовные контузии, они не являются препятствием на пути к Богу, непреодолимы. Их можно преодолеть, хотя время будет потеряно, хотя идти нам будет сложнее, как и сложнее будет жить человеку с контузиями, будет и голова болеть на протяжении жизни, но тем не менее он вполне может и реализоваться, как и в такой и военной, и в мирной жизни. И здесь, вспоминая вот эту притч о Сейтеле, которая знаменует проповедь Христа, и, разбирая толкование Спасителя, мы видим, что мешают, подавляют наше стремление к Христу тернии. Тернии, колючие тернии. И это никакие-то не гонения, а гонения Господь говорит в другом стихе и с другим образом сравнивает. Никакие-то искушения, испытания, ни болезни, ни проблемы. А вот самое острое, самое болезненное, что заглушает, это то, что нас, наоборот, как-то в обычной жизни подбадривает, как нам кажется, или как-то к чему мы стремимся. А человек без Христа к чему именно и стремится, и не стремясь вообще ни к чему духовному. Это как раз богатство, удовлетворение своих желаний. И неважно тут комфорт или, наоборот, какой-то экстрим, да, там богатство ты его накопил, или богатство ты, наоборот, его спустил и без гроша ходишь, там, прожигая жизнь. Да, и неважно, ты там мультимиллионер или ты там человек, который без гроша за душой, но просто живет для себя. В любом случае, вот эти наши желания, да, вот евангелист Иоанн Богослов говорит о людях, которые рождаются свыше, что не от похоти плоти, не от похоти мужески, но от Бога родились. То есть вот мы берем, и если живем похотью плоти, то этому рождение от Бога препятствует. У нас начинается внутренняя борьба. И эта борьба плоть подавляет, и душа превращается в служанку плоти, а не в командира, который должен плоть использовать, чтобы и о плоти, о теле позаботиться, и делать его тоже счастливым, обеспечив всем необходимым. Но самое главное, чтобы это тело служило ближним, служило Богу и приближало нас ко спасению души и жизни вечной в новом теле совершенно. Итак, дорогие друзья, посмотрим, что вот 18 стих все-таки есть. Некоторая логика древних переписчиков не только его механически поделить пополам предложение, но и потому что уже даже в одном этом стихе, посеянный в тернии, означает слышащие слова, мы видим, что те, которые в терниях, все равно проповедь их достигла. Нам кажется, нет, человек ничего не знает о Христе. Знает. Нет, у человека совесть не работает. Работает. Нет, человек думает о себе не только о ближних. Думает о ближних. Но никак его на поступки это не подталкивает. Вот у меня сейчас все хорошо, вот у меня лучше. Или вот даже у меня, например, все плохо, но я просто хочу, хочу, хочу и стремлюсь, потому что, как, например, с ребролюбием может быть ослеплен не только очень богатый человек, но и наоборот бездомный, который не хочет работать, а тоже только хочет, чтобы вот ему там денег тут дали, тут дали, тут дали. То же самое с ребролюбием. И просто офисный клерк, который идет по карьерной лестнице, может, когда-то богатство достигнет, но и в самом пути это тоже уже желание его отделяет от Бога. Вот если у нас будут в душе превалировать желания чего-то земного, это не значит, что проповедь Христа из нашей души уйдет. И нам надо как-то ее слышать. Как вот семечко падает в тернии, в тернорник, в колючки, в сырники, оно не денется никуда. И тоже оно будет лежать. Просто ему некогда будет распуститься, какой-то добрый плод принести. Просто вот семечко ж можно взять, там, 10 семечек, и смолоть и маленькую какую-то там кусочек хлебушка испечь. Да, только какой смысл? Лучше эти 10 семечек посеять, получить 10 колосков, да, и из них уже ты на булочку. А может, эти 10 колосков тоже лучше посеять и получить больше урожай. То есть постоянно ты берешь и что-то духовное вкладываешь, и вот эта проповедь Божия в тебе разрастает и дает многократный плод. Однако тернии, они не уничтожают проповедь в душе, а именно заглушают. Поэтому не нужно бояться, когда само по себе к нам пришло какое-то богатство. Не нужно бояться, когда к нам взяло и пришло какое-то желание, ну, развлечение, досуга и так далее. В этом нет ничего дурного. Господь хочет, чтобы мы были рады, счастливы. Господь вовсе не хочет, чтобы, ой, страдайте, страдайте, страдайте здесь на земле, и тогда, возможно, если очень вам повезет в Царстве Небесном, тогда вы будете счастливы. Нет, Господь, правда, нас очень любит. И хочет, чтобы мы, не отдаляясь от Него через грех, и не приближались обратно через страдания, преодолевая вот это греховное разделение. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Да, он говорит, труднее богатому войти, труднее. Да, уводит нас мысль и желание какое-то от Христа, уводит. Но если она ведет не к греху, а просто к чему-то, ну, о себе забота, это не обязательно грех. Это норма, это надо о себе заботиться. Но если это целиком перекрыло наше стремление к Богу, то это уже проблема. Как человек берет, работает, зарабатывает, думает о ближнем, помогает, стремится к Богу, совершенствует свою душу, обращается с подчиненными, точно так же, как со своими деловыми партнерами, как со своими начальниками, более влиятельными людьми, то есть ко всем искренним. Господь его не осудит, потому что желание идти к Богу, оно все равно на первом месте, и все остальное этому подчиняется. Если человек хочет взять и пойти в театр, посмотреть спектакль, то это не значит, что, ой, почему это время он в храме не провел. Нет, кесарю кесарю Богу Божию, а досугу и культуре тоже время свое. Очень хорошо человек сходил, помолился, причтился, вечером идет с женой в театр. Замечательно проведенный выходной. Его желание не помешало ему к Богу прийти. Если человек увлекается спортом, ему охота на свежем воздухе побегать, там, летом так, зимой на лыжах, то тоже что, это вот дорога его лыжня увела от храма? Нет, до того момента, пока она его не увела, пока человек все равно стремится к Богу. Пожалуйста, там, написывай эти круги на лыжах, там, развивай свое дыхание, заботись о здоровье, чтобы позаботиться и об окружающих тех людях, которые не такой иммунитет, спортивной подготовкой себе, увы, развили, и поэтому нуждаются в заботе опытного спортсмена в тяжелые времена. Очень хорошо, но если это желание не стало между тобой и Богом. А вот когда твое даже не обладание чем-то, а желание, стремление к этому становится между тобой и Богом, самое стандартное такое, ой, я тяжело работаю, в том числе, например, не ради себя, а для того, чтобы семью обеспечить чем-то, и поэтому мне некогда дойти до храма, поисповедоваться и причтиться, уже ты находишься в терниях. Тернии начинают подавлять. Ты еще помнишь, проповедь, она есть, семечко есть, но оно не развивается, не растет. Или человек думает, ну, я, в принципе, я христианин. Я, там, беру, там, вот, вроде не убил никого-то, не украл, там, жене не изменил, ну, и, в принципе, что мне в жизни-то менять? Да и более того, я даже очень воспитанный человек и как-то вежливо говорю, не ругаюсь, там, по этикету все. В чем мне вообще каяться? Так нет. Когда ты идешь к Богу, ты всегда возрастаешь. Ты из этого семечка, которое тебе посеял словом проповеди Господь, должен принести плод. Если эта семечка у тебя просто на полочке лежит, это мы можем вспомнить другую притчу, притчу о талантах, как раб взял один свой талант, эту монетку, эту меру сребра, даже не монетку, а там целое состояние небольшое, и его скрыл. А потом говорит, Господи, я вернул, я его не растерял, я остался христианином, у меня Бог в душе. Или, в принципе, я остался христианином, ничего особо дурного не делал. А Господь скажет, дурного ты не делал. А где ты в любви возрос к Богу? Где ты возрос в любви к ближнему? Ты ему скажешь, да не, Господи, я за это время вот такой по карьерной лестнице поднялся. Да, или, в принципе, смотри, Господи, я там бицепс как накачал. А Господь говорит, ну, извини, не знаю тебя, иди, проклятый, в муку вечную. И будет, конечно, очень обидно, потому что, кажется, слово-то Божие было. Как раз самая опасность вот этих терний, то, что не уходит, не исчезает никуда слово проповедь, и человек сам себя обманывает. Потому что вот тернии, как раз вот эти искушения посылает нам лукавый, он не говорит полностью отрекись от Христа. Да, конечно, это тернии какие-то очень могущественные, могут полностью Бога из душе воспоминания о нем вытолкнуть. Человек отрекается от Бога, не хочет Бога верить, не хочет с ним общаться. Но это редко, потому что это может действие рождать противодействие сильное. А когда тернии вот так переплетаются вот просто к своими корнями в земле, с пшеницей, и не дает ей соков, не дает ей вырасти, вот это куда опаснее. Потому что человек берет и смотрит на себя и думает, да я же христианин, да я вот даже, раз я ролик этот смотрю, то я Библией интересуюсь, мне интересно, что это. Но вот посмотрел, думаешь, ой, я чем-то духовным занялся, и все, дальше живешь, и никакой от тебя пользы окружающим нет. Никому ты не помог, никому ты в любви не позаботишься. Но единственное, как язычники Господь говорит, да, кто мне добро сделал, я и тем добро сделал, кто мне в долг дал, я и тем долг дал. Да, Господь говорит, нет, надо больше, больше. Там попросили один стадий, иди второй вместе. Поэтому, дорогие братья и сестры, когда нам Господь посылает что-то интересное в жизни, я сам человек очень увлекающий, люблю путешествовать, побегать, в футбол поиграть, люблю посмотреть просто там фотографии красивых зданий, фресок, икон, то есть тоже я могу там увлечься, там сесть за компьютер, этому там какое-то время провести, даже у сна украсть. Тем не менее, вот любое увлечение не должно нас отделить от духовного возрастания, потому что ты в этом увлечении, тебе кажется, да нет, я прославляю Творца, я развиваюсь в этом, а душа не развивается, желание к Богу не становится на первое место. Для того, чтобы этого избежать, нам нужно всегда немножко себя отрезвлять, оценивать ситуацию, не потому что вот у меня есть маленькое слово проповеди, один стих Евангелия как-то я в голове держу, как это одно семечко, осмотреть, есть ли плод, могу ли я на каждый момент своей там жизни, в том числе в своих коби, увлечениях или профессиональном каком-то стремлении в поиске карьеры, опереть на евангельский текст в своем выборе, сделать так или иначе. Да, держу я вот это размышление над Словом Божиим в себе, возрастает ли оно во мне, охватывает ли оно решение, принятое не только при толковании того момента или иного в Евангелии теоретически, но и в практическом плане. И, конечно, обязательно каждое дело начинать с молитвы, потому что каждое дело начинать с молитвы, уже ты говоришь, Господи, вот ты этот урожай семечко посил, а тернь меня глушит, я не могу, помоги, и Господь берет, и эти тернии раздвигает, и колосок его проповеди, собственно, прорастает. Поэтому тоже любое дело, не можем сами справиться с тернями, просим, Господи, помоги, Господи, помоги, и Господь приходит, и тернии обязательно уберет, и наша семечка пробьется. Другое дело его потом не отогнать, потому что если мы говорим, Господи, уйди, у меня другие желания, мне сейчас не до тебя, я чем-то другим занят, это мне сейчас все неинтересно, то тогда, конечно, Господь опечально отойдет, и тернии наш задушат, и несмотря на то, что проповедь Божия к нам пришла, увы, мы достойный плод принести не сможем, и увы, как мы помним по другим притчам, что уже плод сорняковый, плод терний, он будет изыматься и сжигаться в последнем страшном суде. Субтитры создавал DimaTorzok